Нарушение данного обещания увеличивает только количество зла. Кстати, немножко вернусь к теме, что зло всегда безобразно. Образ Кулерова у самого Толкина он иной, чем у Вкаливали. Вкаливали это прекрасный молодой человек. У Толкина он постепенно из прекрасного становится безобразным. У него появляется черное лицо, какие-то черные волосы. Злоба его начинает изменять, можно сказать, изнутри. Не согласны с этим? Он просто с самого начала такой был, этот персонаж. То есть его-то был неуклюжим, а был парнем с черными волосами, с мульным лицом, потому что никто им не занимался и даже одна мать на него чихала. Есть просто разные варианты, но вот здесь он действительно не герой никоим образом. И это постоянно подчеркивается. На это делается акцент. И это, можно сказать, противопоставляет этот образ тому образу Кулерова, который особенно часто виден в живописи. Вот это явно не Кулерова из Галленкалева, где он такой действительно из карельской какой-то иллюстративной живописи Каливали. Там, где он выглядит действительно таким вождем. Вот Кулерова, идущий на войну или там трубящий свой рог. Иллюстрация Каливали 56-го года. Ну и вот, конечно, тот образ, он несколько давлеет. Здесь совершенно не так. Ну, кстати, в руне Унта и Калерова, в Ижорской, там это такой вполне приятный мальчик. Как он там веселится, улыбается, когда его пытаются убить, а он улыбается. Он такой вот доволен. Здесь он тоже становится безобразным по ходу дела. Если первоначально он какой-то еще, может быть, имеет черты героя, но дальше он их теряет. Это прием смены имен, когда, в частности, вот неожиданно в этом сочинении, Кулерова, сын Калерова, на какой-то момент он стал зваться Сарис Инкам. Меняется имя. И вот этот прием смены имен, когда некий персонаж, он зовется таким именем, но параллельно Толкин подсказывает, что ему может быть там несколько имен, что здесь он зовется так-то, здесь он зовется иначе, в третьем месте он зовется четвертым образом и так далее и тому подобное. И еще один момент. Это, ну, как Том Шиппи об этом написал, и это, пожалуй, такой еще наиболее, такой очень интересный момент. Это сотрудничество с древними словами, которые обладают собственной энергией и тяготеют в своем происхождении к исконным связям. И здесь, по всей видимости, все-таки знание финского языка и вот это изучение финского языка, оно на Толкина повлияло. Когда древние слова, тем более из какого-то непонятного языка, начинают им использоваться, то возникает эффект создания какой-то колоритной и вне находимой реальности. И этот эффект, он становится еще сильнее, поэтому использование финских корней – это идеальный выход. И используется здесь несколько приемов. Если читать книги Толкина «Немножко зная финский язык», то эти приемы, они, можно сказать, лежат на поверхности, но я никому не пытаюсь навязать свое чтение, но я, например, считаю именно так. Вот иногда значение финского корня соответствует прямо или иносказательно значению терминов произведений. Например, среди имен и названий каких-то предметов есть такие корни, как L, OL или IL. Ну вот, L, например, Эльдары, Эльвинг, Эльранд, Эленвин и так далее. Финское слово «эля» и корень, что означает «жить». То есть все данные персонажи, они неким образом могут намекать на связь с некой жизненной энергией, с некой жизненной силой. Или, например, ОЛ, корень ОЛ, от финского слова ОЛО, что значит «существование бытие». Но вот в финском языке, в финской литературе даже есть такое сопоставление «эляя ОЛО» – «бытие и жизнь». И вот, например, кто мудрейший из Майя? Олорин. То есть тот, кто сущий, да, получается, тот, который есть. Или некто ОЛВЕ – «брат Эльве». ОЛО – «эля». Два корня. Два финских корня, они создают некое такое... Или ИЛО – «ИЛО» по-фински значит «радость». Или ИЛМИ, что значит «явление». Ну и любой финноязычный скажет, что да, где-то есть ИЛУ-ВАТАР, а у нас есть ИЛМАТАР. Дева, которая, собственно, родила Вяйну-Мёйну. Еще там какая-то часть буквы в буквы, она называется ИЛМА. ИЛМА, ВИЛИНЯ, НЕЩИ. Ну, да, да, да. Вот, это, то есть, это явление и этот корень, он, соответственно, явление или радость, но это возможная определенная игра слов. Иногда даже целое слово заимствуется. Вот слово, например, и это явно корень, который в двух словах прямо противоположных используется. Слово ВАЛАР и слово ВАЛАРАУКАР. Огненный бич, он же БАУРАК. Финское слово ВАУР, что значит «свет». То есть ВАЛАР – это тот, который сияет, это тот, который светит. Так же, как и ВАЛАРАУКАР, БАУРАК – это тот, который горит вот этим самым огнем. Или заимствование слова АЙНОР – единственный, вечный. АЙНОР – это вот те самые, которые были в самом начале. Ну и так от многих, многие, я читал, размышляют, а что значит ПАЛАНТИР, а что значит… Но я все названия читаю с финским ударением. Вы меня извините, это мое прочтение. ПАЛАНТИР или СИЛЬМАРИЛ. Ну понятно, ПАЛАНТИР – это тот, что пылает. ПАЛА – значит «гореть», «горящий камень». СИЛЬМАРИЛ – от слова СИЛЬМА, что значит «глаз». Это камень-глаз, который там светит, сияет, сможет. МАНВЕ, МАНДОС, МАНОЛА – это подземный мир. То есть это существа, которые находятся где-то в потустороннем мире. МАНВЕ действительно – это один из тех ваворов, который управляет этим потусторонним миром. И даже, в принципе, само слово МЕЛЬКОР – «мелкий» значит «достаточный». То есть тот, которому всего хватает. МЕЛКОХЮГА – это значит «достаточно хорошо». Здесь может быть противоположная игра слов. И вот это иногда, ну, можно сказать, случай, когда автор словно намеренно шутит над самим собой. Но эту шутку нелегко открыть, потому что для этого надо, как бы это сказать, понимать возможное происхождение корней. Вот когда некое слово, оно, если читать его, используя финские корни, будет звучать совсем иначе. Вот КАЛАКИРЬЯ, например, это ущелье, да, в Седьмой религии он. А по-фински это будет рыбный хребет. То есть, наоборот, КИРЬЯ – это КИРЬЯЛА-КАРИЛА, это какая-то возвышенность, какая-то гряда, рыбная гряда. А здесь это вниз. Или КУЙВЕНЕН – КУЙВАЗ, значит, сухой. В Седьмой религии – это озеро, то есть озеро сухое. Или ПЕЛОРИ – это вообще-то поле, а там это горы. То есть, опять же, да, или Вечно Юная Сестра Яваны Вана, Ванха, то есть старушка. Правитель ТАР по-фински – это Дева. То есть, это прямо некая противоположность этой девственной такой нежности, как в словах СОМИ ТАР, да, это КАНТАЛИ ТАР, играющая на КАНТАЛИ, КАУНО ТАР в финском языке – красавица. А там какой-нибудь там ТАР-правитель. Ну и самая такая страшная игра слов получается, ну страшная в кавычках, в словах, в слове эру, потому что эру – это где-то единый, а на самом деле глагол эру – эру, а значит разделять. То есть, это тот, кто наоборот все делит на части, но если бы сходить к этому, к значению финского слова. То есть, такое впечатление, что в данном случае автор, он, ну, играет сам этими значениями, пытается играть в угадайку с читателем. А вы поймете мой юмор, ну, опять же, я это свое прочтение никому не навязываю, но мне кажется, что оно, по крайней мере, какие-то может иметь… Ну, имеет право на существование, как любое прочтение художественного произведения. Иными словами, заканчивая, можно сказать, что решая практическую задачу, которая стоит перед каждым сочинителем, автор пытается, вот, тем, что, прибегая к лексике, имея юфинское происхождение, сформировать идею о неком глубоком пластике вот того самого мира, который он творит. И действительно, если мы откроем его религион, то первые его части, в первых, там, ста страниц этих кинских корней будет очень много. Дальше там появляются какие-то другие. Там фельдский, там германский, там какие-то еще. Но вот вначале, вначале что называется этот кинский пол? И читать можно его, конечно, по-разному, но у нас есть те зацепки, которые могут позволить прочесть именно вот так, как хочется читать мне. И это образец, как мне кажется, еще заданной в истории Куверова, некоего интерактивного творческого чтения, где читатель вовлечен в процесс вместе с автором, и он может выйти в любую сторону, в том числе и в сторону кинского наследия. Ну а если это станет причиной и поводом заинтересоваться литературным наследием Нижорской земли, и, как сам автор пишет, почувствовать мощь слова, насветиться такими вещами, как камень, дерево, железо, дерево, трава, дом, огонь, хлеб и вино, то, может быть, тем будет только лучше. Я вас всем буду.